День города с вами Марина Комиссарова в студии. Главные темы дня в ближайшие 15 минут в нашем выпуске. Смотрите сегодня. Интервью с террористом. На вопросы о том, зачем люди берут в руки оружие, существуют ли раскаяния и многие другие. После 10 лет в заключении отвечает осужденный. Новая жизнь кинотеатра «Дружба». В скором времени в пустующем здании вовсю закипит деятельность. Здесь расположится детский технопарк. Книга «Лучший друг». Как в мире электронных игр и гаджетов заинтересовать ребенка чтением, разбирались наши корреспонденты. Согласно законодательству Российской Федерации, преступник, которого удалось вычислить и осудить, получает срок и отправляется в исправительное учреждение. С этого момента и начинается исполнение наказания. Причем, отбыв отведенный срок, он должен выйти с сознанием закона послушного человека. Не случайные учреждения называются исправительными. Происходит ли в реальности этот процесс, отследить довольно сложно, но важно. Ведь именно это и есть цель любого наказания. Особенно важно видеть раскаяние и осознание в случае с преступниками, совершившими тяжкие и особо тяжкие преступления, например, с террористами. Эксклюзивное интервью с осужденным террористом. Прямо сейчас. 10 лет назад 27-летнему мужчине был вынесен суровый приговор. 17,5 лет лишения свободы. Среди статей, по которым он осужден, бандитизм, разбой и терроризм. За долгое время, которое прошло за решеткой, он впервые согласился на интервью. Первый вопрос, который я задала. Зачем он это делал? Что двигало им тогда, больше 10 лет назад? Я считаю, что сейчас начал, ну не сейчас, а уже давно сижу, что я обманулся чисто, что поверил. Не все так было, как мне рассказывали, и не все так оказалось. Из-за меня вот сейчас оказались плохо. Моя семья, жена, мать моя, они сейчас ждут больных. То есть я им доставил очень много хлопот, моим близким самым. 10 лет на то, чтобы много раз мысленно восстанавливать события тех лет. Оценивать свои действия, чтобы переоценить и понять, в какие страшные последствия вылились тогда события, в которых он принимал участие, для людей, чьих близких уже не вернуть. За эти годы осужденный многое осознал. Изменились ли вы, находите ли вы в себе какие-то изменения за эти 10 лет, которые вы провели в исправительной колонии? И когда, в какой момент вы поняли, что были ли правы, ввязываясь во все эти действия? Я родился в Чечне и жил все время там. И вот меня вывезли оттуда в отсиживатель срок. Я увидел новые места, много людей разных. Познакомился, общаюсь с русскими, с таджиками, со всеми. У меня разные друзья есть. Я понял, что люди, если человек, самое главное, он хороший, да, есть хорошие люди и плохие, то неважно, какой он нации, какой у религии. Вот это и начал уже сразу понимать, когда уже в виде отношения ко мне, я тоже стал меняться. Новое мировоззрение, раскаяние, стремление начать жизнь сначала, по-другому, не причиняя никому зла и боли. Результат вовсе не длительной изоляции. Это кропотливый труд целого ряда специалистов. Общая задача всех сотрудников учреждения, всех отделов и служб – это воспитание осужденных. Воспитательная работа – сложный комплекс мероприятий. Это выработка осужденных законопослушного поведения. Это добросовестное, сознательное отношение к труду, к установленным требованиям. Это участие в общественной жизни, в культурном, массовой. Это посещение школы для осужденных, не имеющих образования. Получение рабочих специальностей в производственно-техническом училище, которое действует при колонии. Осужденный по статье «Терроризм мужчина» здесь, в исправительной колонии, получил новую специальность – сварщик. Тогда, в начале 2000-х, у него не было работы. А теперь он готов трудиться, лишь бы снова быть вместе со своей семьей. Чем заниматься буду еще точно не знаю. Не определился. Но я знаю точно, что поеду сразу к семье своей. Потому что соскучился по родине своей, по семье. По дому. Осужденный освободится в мае 2022 года и вернется на родину. А на счету исправительной колонии будет еще одна выполненная на совесть задача. Более подробное интервью с террористом смотрите в программе «Вызов принят». А пока вернемся к жизни города и горожан. В здании бывшего Рязанского кинотеатра «Дружба» разместится детский технопарк. Городская дума согласовала передачу имущества бюджетному Рязанскому центру творчества в безвозмездное пользование на 15 лет. Напомним, в технопарке будет 9 образовательных программ. В его создании наряду с властями участвуют крупные предприятия города и другой заинтересованный бизнес. Здание бывшего кинотеатра «Дружба» отошло в прошлое в 2015 году. Сегодня здесь в форточке заходят голуби, как к себе домой. Козырьки над дверями покрылись растениями. Раньше здесь были выходы из кинотеатра. Люди толпами проходили через эти двери после сеансов. Из фундамента здания также растут деревья. Вместо афиш красуются надписи с приглашением на просмотр черепашек-ниндзя и признание в любви. Но по последним данным, в скором времени это забытое место превратится в центр, объединяющий детей по интересам. Здесь будет технопарк. Юные рязанцы смогут обучаться робототехнике и строить космические аппараты. Разные программы будут предложены для детей на нескольких площадках. Прикладное программирование, промышленный дизайн, информатика, информационная безопасность, микробиология, лазерные технологии. О том, осталось ли в сердцах рязанцев ощущение того, что в этом месте все-таки привычнее было бы наблюдать кинотеатр, мы узнали у самих горожан. Все как один объединились в положительном мнении относительно реконструкции здания под технопарк. Ну, детям надо как-то развиваться, тем более это вполне интересная вещь. А кинотеатров у нас полно в Рязани. Я считаю, что технопарк, потому что кинотеатров у нас в Рязани и так уже открылось много, а это что-то новое, и мне кажется, детям будет хорошо. Скорее всего, наверное, для детей учреждение сделать, потому что кинотеатр уже, наверное, он работает, я даже не знаю сейчас или нет. С кинотеатра сколько там было? Три залов всего, это мало для кинотеатра. Такая большая площадь только под кинотеатр. Пусть дети развиваются. Для развития им будет полезно. А кинотеатры у нас ведь, их очень много в Рязани, а это у нас нет такого. О том, что в этом месте появится технопарк, стало известно неделю назад. До этого судьба кинотеатра оставалась неизвестной. Планируется, что это место станет научным аналогом Дворца детского творчества, в котором из года в год юные рязанцы получают хорошую спортивную подготовку, образовательную базу. Дворец детского творчества популярен среди родителей и детей по нескольким причинам. Большое количество кружков и секций, хорошая материальная база, а также большая площадь самого учреждения. Так и здесь теперь вместо дружбы появится хорошая площадка для развития, обладающая большим выбором направлений деятельности. Среди прочего, дети смогут освоить автомоделирование, маломерное инновационное судостроение, конструирование беспилотных летательных аппаратов, космических аппаратов, а также инженерное конструирование в целом. Все это позволит создать категорию людей, которые в дальнейшем смогут вывести регион на новый уровень, улучшить экономику области. Главной целью проекта является создание опережающей системы подготовки кадров. Кроме того, технопарк должен усилить и интерес детей к инженерным и научным профессиям. Но для того, чтобы это место заблистало, нынешнее здание кинотеатра «Дружба» само должно пройти через ряд инновационных технологий. От ликвидации деревьев из фундамента, из козырьков, до реконструкции внутренней части здания и стен. По последним данным, на оборудование и ремонт потребуется порядка 80 миллионов рублей. Запланировано, что преобразование «Дружба» в технопарк будет выполнено благодаря объединению усилий науки, бизнеса и власти. Учредителями технопарка смогут стать региональные органы власти, муниципалитеты, научные и исследовательские организации, бизнес-структуры и предприятия, заинтересованные в подготовке профессиональных специалистов. Патриотическому воспитанию детей сегодня уделяется особое внимание. Между тем, современных родителей продолжает волновать другая сторона вопроса. Чтение книг – вот что из года в год позволяло воспитывать поколения думающих, самостоятельных и интересных людей. О том, как привлечь школьников к чтению, в следующем материале. Школьная программа или фантастика? Книги о принцессах или искателях приключений? Том Сойер или Гарри Поттер? Что читает современное поколение и как помочь подобрать интересную литературу, мы узнали в областной детской библиотеке. В год ее посещают более 2,5 тысяч детей и их родителей. Наибольшей популярностью пользуются литературы для внеклассного чтения. Всему свое время. И придет время Мэри Поппинса, Тому Сойеру. Книжки, кстати, достаточно непростые, с подтекстом. Начинать нужно с завлекательной литературы, с крупными буквами, чтобы ребенок научился быстро читать. От скорости чтения зависит его восприятие. Чем быстрее ребенок читает, тем легче у него укладывается в голове содержание, то есть страница, которую он прочитал. По наблюдениям библиотекарей, современные дети читают не меньше, чем прошлые поколения. А любовь или нелюбовь к чтению идет из семьи. Дети копируют поведение родителей, поэтому родители должны вдохновлять их собственным примером. Читать с детьми по очереди вслух. Предлагать ребенку сделать прогноз, что дальше произойдет с героями. Обсуждать прочитанное в семейном кругу. И просто обращать внимание больше на ребенка, к чему он склонен, что ему интересно. Что-то подсовывать, где-то может быть книжку с картинками открыть, где-то там, может быть сказку не дочитать. Давай вместе, давай ты сам попробуешь. Ой, мне некогда, ой, садись почитай, я буду готовить. А мне интересна эта книжка, давай ты мне ее почитаешь, а я вот тут займусь другим делом каким-то. Важно помнить, что в каждом возрасте детей интересуют разные темы. Малышам до пяти лет лучше читать сказки с красочными иллюстрациями. Так им будет легче представить героев и понять сюжет. В начальной школе девочкам нравятся книги о принцессах и подростковые романы. А мальчики предпочитают приключения и ужастики. В последнее время я представила «Вернусь к Гарри Поттеру», но это после того, как был показан этот сериал по телевизору. То есть там он состоит из нескольких книг, и дети внутри стали спрашивать. Еймеца спрашивает, Грюкова очень хорошо спрашивает. У нее как фэнтези есть, так есть и о подростках. В старшей школе на первый план выходят проблемные сюжеты. Самые популярные – о взаимоотношениях между подростками, между юношей и девушкой. Отношения внутри семьи и в школе. Сейчас тема стала такая очень, ну так сказать, в книжках прослеживается. Допустим, мальчик и девочка, учащийся, переходит в другую школу. В взаимоотношении как его воспринимают в этой школе. Тоже вот эта тематика у нас, ну вот я как назвала, Жволевский у нас совместно с Парстернаком, у нас Сабитова, Арумштам, значит, у нас пишет, Крюкова у нас пишет. Вот такой современный вот эти авторы. Помните, что угадать, какая книга точно понравится ребенку, невозможно. Поэтому важно наблюдать за его увлечениями и не навязываться. Например, сказать, что ребенок уже большой и разрешить выбрать любую книгу в книжном магазине. Тогда чтение станет символом взрослости, к которой так стремятся все дети. Полицейские провели в Рязани рейды по проверке взрослых и подростков, поставленных на профилактический учет. В ходе рейдовых мероприятий полицейские во всех районах Рязани проверили 225 граждан, поставленных на профилактические учеты и выявили 46 правонарушений. Для проведения рейдовых мероприятий во всех районах Рязани создали мобильные группы сотрудников, которые в вечернее время посещали по месту жительства граждан, в отношении которых установлен административный надзор. Рязанцев, поставленных на профилактический учет, неблагополучные семьи и подростков, поставленных на учет сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних. Также проверяли адреса, по которым была получена информация, что там могут собираться люди, употребляющие наркотические средства. В ночное время проверяли граждан, в отношении которых судом наложены административные ограничения. В частности, с 22 часов вечера до 6 часов утра они должны находиться по месту жительства. Во время рейдов было выявлено 12 нарушений этого ограничения, но нарушителей будут составлены административные протоколы. Всего в ходе рейдов проверили 225 человек. Полицейские посетили три неблагополучных семьи и 37 подростков, с которыми провели профилактические беседы. Сотрудники полиции выявили и пресекли 46 правонарушений. Рейдовые мероприятия продолжаются. Рязанские кинолюбители приступили к съемкам молодежной комедии. В фильме задействованы простые рязанцы. Сценарий принадлежит Перу нашей коллеге. И сегодня, несмотря на погодные условия, завершились съемки первой сцены. Таймер готов. Звук готов. Сцена 3, кадр 2, дубль 4. Девчонки, я совсем забыла, вчера Кирилл видела. Он с крестинкой клеился, представляете? Я с ним порвала. Значит, остается Вадим. Здесь все, как в большом кино. Хлопушка, микрофон и грим. И с раннего утра раздается команда «Мотор». В Центральном парке культуры и отдыха закончилась съемка первой сцены краткометражного фильма «Кастинг». Все актеры не профессионалы. За их плечами только детские утренники и школьные стихотворения. Но благодаря слаженной работе и репетициям задумки режиссера оживают прямо на глазах. Это было все интересно. И на самом деле работа была не сложная. То, что как бы девчонки, во-первых, схватывают все на лету. То есть не было каких-то таких, что мы там что-то не поняли, что мы там где-то зависли. Нет, ничего такого не было. Я думала, что я буду очень сильно волноваться, что камера будет смущать. И я не смогу как-то вот расслабиться. Но на самом деле вот вообще не обращаешь на нее внимания. Ну, иногда обращаешь, конечно, но в основном все как-то очень легко проходит. По сценарию главная героиня Марго ищет парня. За ней ухаживают несколько молодых людей, каждый из которых хорош по-своему. Кого выбрать и по каким критериям – центральная идея фильма. В нем семь героев. У каждого свой характер, который нужно раскрыть в течение 10 минут экранного времени. Такое большое число персонажей не рекомендует использовать даже в дипломных работах студентов в ГИКО. Но рязанские кинематографисты решили бросить вызов себе и обстоятельствам. Нас подобрали по типажам, которые уже были в истории. Мы очень похожи на своих персонажей, поэтому, в принципе, мы говорили от самих себя, но в условиях, которые предлагали. Я надеюсь, я не знаю, пока не видела, что получилось, но я надеюсь, что там в результате все, что мы хотели донести, мы донесли. Потому что мы делали не один дубль, несколько было дублей, и вроде каждый дубль был лучше и лучше, чем предыдущий. Над созданием фильма трудятся уже более 15 человек. Все они волонтеры и ничего не получают от проекта, кроме удовольствия. Рязанским кинематографистам предстоит снять еще большую часть фильма. Минимум 4 съемочных дня по 10 часов. Премьера запланирована на конец осени. Первыми его увидят рязанские зрители. После этого картина примет участие во всероссийских и международных фестивалях короткометражного кино. На этом у меня все. Смотрите новости и авторские программы на нашем сайте город62.тв. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok